МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорили, был следующий момент. Мы ему говорим, что Украина нарушает международное соглашение, в частности, Конвенцию по правам человека, Конвенцию по правам ребенка, хартию о языках европейского сообщества, потому что нарушаются права русскоязычного населения на территории, которые изначально были русскими. На что последовал очень интересный ответ. Украина не обязана соблюдать международное соглашение. То есть вот вам, пожалуйста, обеззар УБСЕ, который считает, как я говорю, у Европы, Америки поставлена четкая цель. Поэтому я говорю, мы должны трактовать все события не как гражданская война. Это инспирированные все в Киеве события. То есть это действительно интервенция и оккупация, которая в очередной раз предпринята против нашего народа. Как только мы это разворачиваем вот в эту плоскость, все встает на свои места. Тогда мы действительно с вами что? Национально-освободительное противостояние, движение. Мы против того, чтобы Европа управляла нами. У нас изначально во всем нашем движении заложена идея и понятие жизни. Потому что мы говорим, защитить жизнь, защитить свой мир. И отсюда это совершенно две разные выстраиваемые, ну как бы сказать, конструкты, позиции. Поэтому мы защищаем свой мир. О чем еще можно говорить? Вчера мои студенты, студенты, они выросли уже в государстве Украина. И часть студентов мне говорит, вы пытаетесь оккупировать территорию Украины, вводя российские войска. То есть понимаете? Я говорю, ребята, подождите, давайте разбираться. Давайте смотреть. Но мы граждане Украины, мы будем защищать нашу Украину. То есть, вот понимаете как? Тогда я им сразу же говорю, подождите, что вы будете защищать? Тех бандитов, которые приведены в Киеве к власти? То есть для вас это народ Украины? Они нет. Я говорю, дальше что? Я говорю, мы сразу же, изначально, выходили с каких позиций? Есть легитимный президент, есть власть, которая легитимна. И в рамках законов Украины мы действуем. Радикализация произошла как ответ на те действия Киева, которые Киев стал применять в отношении Севастополя. Согласны? Все мы на протяжении недели очень хорошо. Мы же с вами видели, как развивалась ситуация. То есть Киев от тех заявлений в начале недели, что всех тут вообще мертвая зона, приедут потом, видя, что наоборот мы начинаем собираться, они пошли к таким, ну вот, какие произошло изменения, риторики. Они вдруг вспомнили русский язык и показали, что русским языком они прекрасно владеют. Они вспомнили, что существуют какие-то договорные отношения и начали опять говорить о том, что будем договариваться. Но опять я говорю, мы проходили вот эти договорные отношения в 90-м. Верить бандеровской власти – это фактически что? Быть преступниками в отношении нашего будущего. И вот мы с ними вчера, когда говорили, мы выстроили, ну вот какие-то вот такие понятийные блоки. Поэтому я говорю, говорите с молодежью, говорите со своими детьми, внуками, племянниками, говорите и говорите именно как. Но опять же информация нужна. Мы с вами знаем, что такое Великая Отечественная война. Мы с вами выросли среди тех людей, которые прошли через вот это месиво, которые знают, что это такое. Я всем рекомендую сейчас для просмотра фильм обыкновенный фашизм. Там такая калька, там такой ассоциативный ряд перекликов с тем, что сейчас происходит в Киеве, что не нужно каких-то дополнительных слов. Сегодня сведения были с родственниками, с Одессы. У них свой дом. Вы представляете, что там произошло? У них четыре человека, семья, домик небольшой. Зашли этот правый сектор, их пихнули в одну комнату. Вот ваша половинка, вот здесь вы живете. А шесть человек, которые ходят, провоцируют и что-то там занимаются, они живут в ихнем доме. И это не единичный случай. Идет захват. Я вам клянусь, с родственниками получилось, получилось. И нам этого не надо. Понимаете, в чем дело? Это же получается, если что, они же придут сюда и здесь будут пищенцы. Пусть. У нас же русский человек. Пока, извините, петух в одно место не клюнет. И даже молодежь не понимает. Они вообще не соображают, что это такое. Человек, когда у него становятся приобретенные знания, когда он промысливает, вот нужно, чтобы они промысливали. Допускаем, стреляли и там, и там. Но на нашей стороне никто не захватывал заложников, не расчленял людей, не выдавливал им глаза, не отрубал руки. А это было. Это они проделывали с ребятами из Беркута. То есть, и это они снимали сами на пленку, думая, что таким образом они запугают. Они получили эффект с точностью до наоборот. Потому что любая неоправданная жестокость, любое зверство нашим народам неприемлемо. Поэтому говорить с преступниками, они преступники. Они уже по всем нормам международного права они преступники. Они перешли все законы морали, нравственности, человечности. Они поставили себя вне человеческого поля. Они нелюди. О чем можно с нелюдями говорить? Вы видите, что показывается на украинских каналах. Вы видите, что показывается на украинских каналах. Закройте каналы. Закройте телевидение. Ребят, мы закроем телевидение здесь, но оно же будет вещать на Украину, оно будет вещать куда? Оно будет вещать на Европу. Нам не нужно закрывать. Просто я опять говорю, смотрите эти каналы, не сердцем, а смотрите именно с позиции, где была ложь, как это выстраивается и как этому противостоять. Еще раз, вот вы видите, что мы каждый день пишем с чистого листа, потому что то одни сюрпризы, то другие. Готовы были еще неделю назад спокойно, планово работать. Начался прямой саботаж. Я еще раз говорю, радикализация настроения Севастополя и Крыма – это ответ на те действия тех экстремистских сил, которые захватили власть в Киеве. И ответ фактически на то иностранное вмешательство, которое произошло в государстве Украина. Вот что мы видим? Определенная трактовка идет американских журналистов, определенная трактовка европейских журналистов. События искажаются. Как нам защищаться? Вот мы настаиваем на то, что должен быть создан пресс-центр, чтобы вы проходили аккредитацию всех, кто работает на территории Севастополя. Мы должны, жители города, знать, кто у нас работает и какие вопросы поднимает. Обращение жителей Севастополя и Крыма к военнослужащим Украины от 5 марта 2014 года. Военнослужащие Украины, вы присягали на верность народу Украины, а не киевской фашистско-бандеровской власти продажных чиновников и олигархов. Не поддавайтесь на провокационные призывы прозападных средств массовой информации. Дайте возможность спокойно и свободно многонациональному народу Крыма и Севастополя выразить свою волю на референдуме. Защитите от бандитов право сектора своих детей, жен, матерей, братьев и сестер. Поддержите законную власть народного доверия Крыма и Севастополя. Жены военнослужащих Украины, не дайте возможность киевской так называемой власти втянуть ваших мужей в кровопролитный мятеж против своего народа. Понимаете, сейчас такое время, что сейчас идут провокации у всех воинских частей, значит, подстрекают людей, кто там служит, прийти к воинским частям и устроить как бы стычку, войти в плотное соприкосновение с силами нашей самообороны, которые блокируют эти части. И отсюда может произойти всякое серьезное действие, которое может быть даже, не приведи Господи, приведет к каким-то кровопролитным моментам. Это надо полностью исключить. Мы все один народ и мы должны быть с народом. Севастополь, русский Севастополь, гордый Севастополь, всякий здравомыслящий, вставай. Под покровом ночи воронье, как нечисть, окружает благодатный край. Лезет плесень седая, выбравшись из хрона, ненависти западной полна. Третья оборона, третья оборона, поднимайся, русская волна. Здесь наднамереет триколор российский. Был и Украины, но не Бендерестях. Город славы русской не сдадим нацистам. Стань со мною рядом, кто бесчинству враг. Киев, Львов в осаде, Винница, Тернополь. Под пятой фашистов Ивано-Франковск. Но мы твердо знаем, русский Севастополь недоступным будет вечно для врагов. Русский Севастополь, гордый Севастополь, Всякий здравомыслящий, вставай. Под покровом ночи, воронье, как нечисть, Окружает благодатный край. Семенов Владимир Александрович, инициатор проекта «Вместе пишем историю Севастополя», в рамках которого создается на 11-й береговой батарее на мысе Хрустальной, Народный музей обороны Севастополя 1941-1942 года. Музей создается все еще, но кое-какая экспозиция там есть. Мы по предварительным заявкам работали всегда, открывали его так. Но вот в эти дни мы решили, что музей будет работать ежедневно, постоянно. Но не все, не весь день, но с 12 до 14 часов ежедневно, в течение недели, чтобы севастопольцы могли приходить туда, смотреть, что там у нас выставлено, оставлять свои воспоминания, потому что вместе пишем историю Севастополя, ну и давать какие-то рекомендации. Это Народный музей нашего города. Я думаю, что севастопольцы, гости города, приятные интересы к этому событию. Тем более, что посещение музея бесплатное, как все в Севастополе у нас здесь. Телеканал «Украина» приехал снимать репортаж о Севастополе. Привез с собой подставное лицо. И ходил среди людей, общался с людьми. И когда не услышал то, что хотели услышать, то есть наши люди там за Россию, за Севастополь, за свободу, а им это было не нужно. Они отошли немножечко в сторону и своего привезенного с Ивана Франковска начали опрашивать. Когда я подошел спросить у них агредитацию, то услышал, как он на украинском языке говорил, что в Севастополе преследуют украинцев, что не дают ему разговаривать на украинском, что ему мешает российский флот. Когда я сделал ему замечание, попросил показать мне документы, так как я являюсь официальным представителем охранной фирмы «Бизон». Он отказался. Мне пришлось вызвать работников милиции и передать его им. После этого репортер телеканала «Украина» начал разговаривать со мной на украинском языке и сказал, что тебе не нравится. Я говорю, мне все равно, на каком языке вы разговариваете. У нас тут все люди равны в Севастополе, в Крыму. У нас живут татары, евреи, греки, армяне. Мы все здесь дружим, все нормально общаемся. Из-за того, что я сорвал репортаж, она сказала, что объявит меня врагом телеканала «Украина». Что она и сделала. Она разнесла весть по СМИ, что я являюсь бандитом, преступником, экстремистом. Вот так вот у нас тут происходит почти каждый день. Итальянское телевидение, немецкое телевидение, даже нидерландское телевидение записывает то, что они хотят.